Здравствуйте! С вами Юлия Погосян и программа «Мастер своего дела». Сегодня героиня программы Елена Калмыкова, воспитатель в детском саду номер 41 «Радуга». Мы сейчас находимся в одном из залов группы в классе. Как вы называете точно? Что это за помещение? Это наша группа, где детки занимаются. У них есть игровая зона, где они играют. За этими столами у них проходит завтрак, обед, ужин, полдник. Какие-то же еще есть помещения? Да. Пойдемте посмотрим. Пойдемте. Так, вот это вот спальня. На сколько кровати здесь рассчитано помещение? Спальня рассчитана на 35 детишек. Сейчас у нас меньше детей, 25. Это группа ортопедическая, для деток, у которых проблемы с опорно-двигательным аппаратом. После сна они встают, проходят вот эту, скажем так, тропу с дороги. Какие у нее особенности? Разминаются пяточки, ножки. Это все коврики, дорожки для улучшения кровообращения на стопах. Почему именно вот такие выбраны материалы? Ну, потому что это экологически чистый, безопасный материал. А что вот они дают детям? Массажируют точки специальные на стопнях ножек. Как решается вопрос в детском саду со сном? Ведь некоторые детки не хотят спать, капризничают. Другие хотят наоборот спать. У нас такая проблема миновала. У нас спят все. Если кто-то не может уснуть, то обязательно садишься, рядышком посидишь. Очень любят они, когда с ними как дома. Погладишь, что-то сказочку пошепчешь на ушко. Но самое главное, это вот действительно обстановка должна быть как дома. Тогда они прекрасно засыпают, просыпаются и в прекрасном настроении, и все хорошо. А давайте попросим какого-нибудь ребенка пройти по этой тропе. Обязательно это надо сделать босиком на босую ножку, без носков, без сандалий, без обуви абсолютно. Александр, мы вас хотим попросить пройти по этой тропе, чтобы мы наглядно посмотрели, как вы массажируете себе ножки. Мы не торопимся, мы на каждый коврик можем наступить несколько раз, на каждую дощечку. Вот, каждую ножку ставим. Как ваши ощущения? Вам нравится? Да. Что чувствуешь на ножках, Саша? Щекотно? Щекотно? Да. А как вам все кроватки здесь в вашей группе? Мягкие? Хорошие у вас кровати? Можете нам показать, как вы ложитесь и поделиться своими впечатлениями? Мягкая кроватка, хорошая? Да. А подушка тоже мягкая? Да. А как у вас вообще со сном? Любите спать? Да. А в садике спится как дома? Да. Ну, у вас я прям смотрю все, да. Ну, это слава богу, что ребенок всем доволен. Нет, у нас очень удобные подушки, очень удобное одеяло, все новое, гипоаллергенное, потому что очень много сейчас деток-аллергиков. Вот. Поэтому в избежание различных конфузов у нас все натуральное, гипоаллергенное и деткам очень нравится. А вот как часто меняется постельное белье, допустим? Постельное белье меняется один раз в 10 дней. Все это подписывается, каждая простынь, каждая наволочка, подъемник, все подписано, соответственно, номер на кровати. А, то есть белье постирали и то же самое белье, то же самому ребенку снова положили? Да, да. Какая температура здесь воздуха поддерживается? Я вот ощущаю, что здесь достаточно не жарко. Здесь не жарко, да. Здесь температура в спальне 21 градус. Самое комфортное, да, для того, чтобы детки хорошо уснули и выспались. Санузел, да, также я смотрю тут полотенца отдельно, да, каждому ребенку. Елена, скажите, присутствует ли какой-то процесс воспитания детей относительно того, что туалет общий? То есть в одной комнате туалетной несколько унитазов, да, стоит. Некоторые дети, может быть, стесняются. Да, есть такие детки, которые стесняются, но у нас девочки отдельно, мальчики отдельно, во-первых. Во-вторых, если кто-то стесняется, мы уже знаем таких деток. Они либо подходят сами, говорят, что я хочу в туалет, то есть мы уже понимаем, что надо всех остальных как бы попросить удалиться. Дверь закрываем и, пожалуйста, ребенок спокойно ходит в туалет. Мы вернулись в класс, где дети занимаются творчеством. Интересует такой вопрос. Есть какая-то программа определенная, да, по воспитательной работе деток в детском саду? У кого-то музыка лучше получается, у кого-то вот вырезать, у кого-то рисование. Или все идут под одну гребенку, все занимаются одной программой? Или все-таки как-то выявляется творческий потенциал ребенка? Государственный образовательный стандарт, ГОСТ, по которому мы работаем. Программа одна для всех. Чтобы выявить наклонности ребенка, это уже все в индивидуальном порядке. То есть какие-то кружки и дополнительные занятия? Конечно, да, у нас есть кружки и дополнительные занятия. А, в садике они есть? Да, прямо на базе детского сада. У нас детки занимаются английским языком, есть физкультурно-оздоровительный кружок, есть музыкальный. Умелые ручки, очень нравится детям. Почти, да. Из природных материалов, из каких-то сопутствующих предметов детки насторят вообще все, что угодно. А как понять, на какие дополнительные занятия ребенка направить? Тут уже родители решают? Да, здесь, конечно, решают родители, но у нас и дети сейчас непростые. Они сами что хотят, то и выбирают, куда ему больше нравится. Первый месяц у нас такой вот ознакомительный, почти пробный. Для трех леток у нас другие кружки, более простые, более для маленьких. Английского языка там нет, умелых ручек там нет, там нет конструирования. Потому что они еще очень маленькие. Да, танцы и физкультура. Сейчас мы в группе, возраст какой? Это подготовительная к школе группа, возраст 6-7 лет, да, на следующий год дети идут в школу, первый класс. Это как раз-таки ваша постоянная группа? Да. Вы с ними занимаетесь? Вы вообще как давно работаете воспитателем? Давно, с 2006 года. Я пришла в детский сад, учась на четвертом курсе института. Пошла проходить практику. Педагогические? Да, да, да. И заведующая попросила остаться. Это было видно? Нет, это было не видно. Это Ростовская область, возможно. А видно и так давно переехали? Видно в 2013 году. Ну вот вы знаете, чем больше общаюсь с героями своих программ, убеждаюсь, какой у нас Ленинский городской округ богатый на разные регионы нашей страны. Очень много сплотил он людей. А в детском саду «Радуга» вы сколько уже работаете? Почти 8 лет. Когда я пришла, у меня ребенку было 2 годика. И как-то особо, ну работа как работа, без особого энтузиазма, еще не понимая вообще, что это такое. Но потом, наверное, через год, когда уже и сын повзрослел, и я немножечко втянулась во все это, и это стало прям вот, наверное, моей основной и главной жизнью. Потому что работа с ними, она затягивает, это приносит удовольствие. Особенно, когда видишь их счастливые глаза, глаза родителей, когда они постоянно тебя благодарят и довольны, самое главное, твоей работой, когда я вижу результат своей работы. Вы хорошо знаете своих деток. Расскажите нам, какие творческие особенности есть у каждого из них. Они каждый талантлив по-своему. Вика, например, она у нас очень артистичная девочка, любит петь, танцевать. Так же, как и Милана. Дополнительно Милана занимается у нас в хореографической школе. Да, Мил? Или ходишь на гимнастику? На гимнастику. На гимнастику. Милан, встань, покажи нам что-нибудь из гимнастики. Такие творческие у нас дети какие, да, в районе растут. Молодцы. Спасибо, Милан. Есть еще кто-нибудь смелый, кто нам что-нибудь покажет? А ты нам что сможешь показать? Давай, проходи на ковер. У нас прям подготовка к Олимпийским играм. Тоже шпагат будет? Ну, давай. О, другой. Поаплодируем все. Молодец. Какая молодец ты. Спасибо тебе большое. Я вот смотрю, тоже такие красивые вот эти вот... Аппликации. Да, лебедушки, да, тут, по-моему. Да, у нас тема просто птицы улетели. А нет больше из чего вырезать? Вот меня бы вы смогли научить. Да, пожалуйста. Как? Что делать? Присаживайтесь. Почему мы с возрастом забываем о таких элементарных вещах, которые очень увлекательные на самом деле? А ты вот развиваешь же моторику, наверное, да? Вот для чего вот это делают дети? Расскажите. Это развивает мелкую моторику, чувство вкуса. Если это работа с цветной бумагой, с красками, то это чувство цвета. У нас очень часто проходят мастер-классы для родителей. Для родителей? Даже для родителей. Для чего это делается? Ну, для того, чтобы сладить и детей, да, и родителей, и в то же время побеседовать, если есть какие-то проблемы у ребенка. А часто такое бывает, что какие-то проблемы у ребенка случаются? Нет, слава богу, нет. Ну, даже если что-то возникает, но совместными усилиями вообще решается любая проблема. Очень тяжело сейчас родителям найти время для того, чтобы уделить его ребенку. Но родительские собрания – это уже не модно. Это скучно, и родители туда не хотят ходить. Я, как мама, могу тоже об этом сказать. То есть в садике они тоже, да, есть в этих собраниях? Конечно, конечно. Но для того, чтобы нам их всех собрать, нам их всех объединить, мы просто объявляем, у нас чайпитие, у нас досуг, у нас мастер-класс. Приходят все. Приходят и папы, и бабушки, и дедушки, и даже тех, кого не звали. Приходят абсолютно все, потому что посмотреть на достижения своего ребенка, на успехи своего ребенка, как он поет, танцует или читает стихотворения, находит всегда время. Это наш музыкальный зал, где проходят у нас музыкальные занятия, досуги для детей, праздники, концерты. Да, смотрю, он весь всем оборудован, да, необходимым. Да. А главное, что есть преподаватель. Главное, что там прекрасный наш коллега, музыкальный руководитель Татьяна Михайловна. Татьяна Михайловна, как обычно занятия проходят с детьми? Мы слушаем музыку, мы танцуем, мы учимся петь, мы учимся разыгрывать роли. То есть это и словесные какие-то игры. Чем это помогает в развитии ребенка? Ну, это, во-первых, общее развитие, это и воображение у ребенка, это и ритмические движения какие-то, то есть он учится управлять своим телом. Бывает такое, что ребенок, ну, не хочет он заниматься там творчеством, не хочет танцевать, не хочет петь. Как справляетесь с этой ситуацией? Бывают такие ситуации только в том случае, когда ребенок, ну, приходит, или он не домогает, или он как-то вот может... Болеет, в общем. Болеет, или вот он не очень, просто, может быть, выспался плохо в этот день. Ну, в процессе занятий ребенок вовлекается, им все равно нравится. Давайте посмотрим наглядно. Клин, сколько в среднем готовится такой номер один? Мы начинаем занятия, подготовку к любому празднику. Сейчас мы готовимся к Новому году примерно где-то за месяц, недельки за три. Детки многие болеют, иногда не посещают, поэтому нужно время, чтобы всех научить, выучить слова, танцы, движения. А что будет в завершении? Вот какое-то представление устроите, да, для родителей? Да, конечно, конечно. У нас будет праздник к Новому году, где будут герои. Конечно, без Дедушки Мороза и Снегурочки мы никак не обойдемся. Подошли мы к физкультурному, да, залу. Там сейчас другие детки занимаются. Пойдемте посмотрим. Давайте покажем наш физкультурный зал. Он не один. Несколько, да, помещений? Он один, да, помещений здесь два. Ой, как много инвентаря здесь. Какой хороший зал. Какой у вас здесь самый любимый тренажер? Батут? Лично у меня, конечно, это велосипед. Велосипед любите? Велосипед. Сами занимаетесь на нем? Периодически, не каждый раз, но периодически. Можно, придя на работу, еще и спортом заняться. Вот, бассейн. Какой бассейн с шариками, да. А если я туда упаду? Я, наверное, потом оттуда не поднимусь. Я прыгну. Чтобы каждый шарик промассировал тело. Это такой вот легкий массаж. Я здесь переезжаю в детский сад Радуга и буду здесь каждый день купаться в сухом бассейне. Пожалуйста, гостям мы всегда рады. Что вообще важно в профессии воспитателя? Это постоянно идет общение с детьми. Как мы уже поговорили, постоянное общение с родителями идет. Какими, может быть, качествами должен обладать воспитатель? Сын, главное, это любить детей, любить свою профессию и отдаваться данному виду вообще просто на все 100%. Ваш сын, да, я правильно поняла у вас? У меня трое детей. У вас даже трое, вы многодетная мама. У меня трое детей, да. Это вот любви. Но ждут с нетерпением, планы строят. На выходные все расписано. Очень любят готовить. Конечно, они же оставить все. Все. Все готовят. Помощники. Конечно. Оставить одних на кухне не могу, поэтому приходится кулинарничать вместе с ними. А как-то питьевой режим поддерживается? Я нигде не вижу кулера, в отличие, да, от школы, где он стоит в каждом классе. Нет, у нас есть вот такой вот. Покажите нам, что это. Это чайник с кипяченой. Это кипяченая вода, теплая. Но она кипяченая же. И они, дети, пьют ее. Есть родители детей, которые там хотят, чтобы ребенок пил не кипяченую воду, а из бутылки. Этот вопрос только дома. Вода меняется каждые три часа. Каждый раз моем стаканы. Воду, которую они покупают в магазинах и приносят сюда, мы не разрешаем. Потому что это, конечно же, нарушение каких-то норм. Когда была куплена эта вода, когда ребенок ее открыл, сколько он выпил. Чистыми руками. Может быть, он с другом поделился. За все отвечаете вы, поэтому такое правило, да? Да, да. Выходя на прогулку, да, мы с детьми обсуждаем погоду, природные явления, повторяем пройденный материал. Летом у нас цветут клумбы. У нас у каждой группы своя деляночка на огороде. Ухаживаем за огородом, сажаем, собираем урожай. И огурцы, помидоры. Кабачки у нас в этом году получились хорошие. Морковка очень крупная, вкусная, сочная, сладенькая уродилась. А сейчас они с удовольствием собранный урожай, чеснок в частности, кушают за обедом. Все, ребят, проходим на веранду. У мальчишек там есть, я знаю, машинки, но... Можно, можно. Каждый разбредается сразу по своим интересам. Мальчишки в основном это футбол, но сегодня их маловато, поэтому и взяли конструктор. Лего конструирование – это вообще, наверное, самый любимый вид деятельности у мальчишек. Елена, какие-то планы на будущее строите? Конечно, планов очень много. Я четвертый год подряд участвую в губернаторской премии нашей Подмосковья. В детском саду у нас каждый год это какой-то проект. И каждый раз я пытаюсь донести и гостям, и зрителям, и родителям одну простую вещь, что воспитанием детей заниматься должны только родители. Мы только помощники, мы можем что-то скорректировать, где-то подсказать, что-то помочь. Моя задача – соединить семью, сплотить семью, обратить внимание родителя на ребенка и ребенка на родителя. Мне кажется, у меня это прекрасно получается. Пока остальные ребята находятся еще на прогулке, двое дежурных вернулись в группу, чтобы помочь накрыть стол к обеду. Я вижу, что очень много стоит тарелок на столе. Что на обед подается ребятам? На обед подается первое, второе блюдо, салат, ну и чай, компот. Да, да. Хлеб? Да, хлеб у нас в основном ржаной на обед. Детки уже большие, они приучены, они знают правила поведения за столом, правила пользования столовыми приборами. Вы их обучаете? Конечно. В саду, то есть, это обучают? Да, да. Хотелось бы, чтобы это продолжалось обучение еще и дома. Елена, скажите, как решается в детском саду вопрос питания? У кого-то имеется, может, аллергия у ребенка, если, да, непереносимость каких-то продуктов? Всякие бывают случаи, да, если у ребенка аллергия, нам родители приносят заключение от аллерголога, какие продукты можно кушать, какие нельзя, соответственно, исключаем из его рациона данные продукты. Такой индивидуальный подход, да, вам нужен? Да, да, конечно. Если что касается религий, то есть и такие дети у нас. Там единственное, что мы не кладем, допустим, мясо. Если у нас на второе какая-нибудь подливка, то мы не кладем мясо. Хотя, в принципе, у нас из продуктов только птица и говядина. В принципе, это можно в любой религии. И не употребляем? Нет, свинину нет. Почему? Потому что это тяжелый продукт для переваривания. Какое у вас там новое блюдо? Первое блюдо – это борщ, суп, солянка, рассольники, чи. На второе у нас макароны с подливкой, курицы. Вот сегодня у нас куриный плов. Да. Вот гречка. Ну, в принципе, самое разнообразное. Как сейчас модно, ПФ, правильное питание, правильным питанием дети в детском саду питаются каждый день, да? Да, да, конечно. Все на пару, все чистое, свежее, только приготовлена у нас своя кухня. Елена, мы сегодня узнали очень много о том, как проходит день ваш, как проходит день ребят, ваших подопечных. Скажите, ну вот, если в целом говорить о работе детского сада, об этом механизме, какая у вас царит обстановка в коллективе? Насколько вы дружны, общаетесь друг с другом? Коллектив по добрам очень хороший. Это благодаря, конечно, нашему руководству. Заведующей Татьяне Сергеевне, методисту Ирине Валерьевне. Уж не знаю, каким образом они нас подбирали, но все очень слаженно. Мы здесь как одна дружная семья. Елена, спасибо большое, что пустили нас в эту семью, показали, раскрыли все секреты, показали вашу внутреннюю работу. Мы желаем вам всего самого прекрасного, чтобы ваши детки вас всегда радовали. И ваши детки, и детки, которые в детском саду. Спасибо всем, кто был с нами на телеканале Видное ТВ. Ждите новых выпусков программы «Мастер своего дела». Ну, а я, Юлия Погосян, прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»